Меня зовут Юля. Живу я в городе Днепропетровске. 24 февраля я проснулась с маленькими детками от взрывов. Это было очень страшно, когда пришла в нашу страну война. Наша жизнь очень сильно изменилась с наступлением войны. Это психика наших детей, это их испуги прилетов ракет в наши районы. Мы видели эти ракеты, как летали над нашими домами. Они падали прямо рядом с нашими же домами. Это очень, очень, конечно, страшно. Нам приходилось и падать на землю. Нас, моих детей, чужие люди прикрывали с собой. Я до этого момента находилась в декрете. И по сей день нахожусь в декрете. Моему меньшему ребенку, когда было наступление войны, всего год и три месяца. Сейчас я с маленькими детьми сижу дома, где не работаю, получаю 860 гривен. У меня их трое. Ваня 17 лет, Маша 6 лет и Евангелинка 2 годика. Мы живем на съемной квартире. Муж с 25 февраля остался официально без работы. На данный момент находят подработки, чтобы оплатить аренду квартиру, коммунальные услуги и кое-как нам выжить. Мы очень сильно нуждаемся в помощи финансовой, так как на улице зима. Мы сидим без света, без воды. И нам бы хотелось очень, чтобы было все у нас. Но мы этого позволить себе не можем. Мы не можем себе даже позволить на зиму закупить продукты. Мы не можем детей на зиму одеть, обуть. Мы не можем их хоть как-то прокормить. Очень тяжело. У нас нет ни родителей. Мы живем сами. Стремились и стремимся все сами. Да, очень тяжело. С меньшим ребенком мы обращались к психологу. Потому что после падения ракет было у ребенка психическое расстройство, испуги. Мы проходили лечение. Мы продолжаем лечиться. Больше всего в жизни я боюсь за своих детей, за их жизнь, за их здоровье. Мне бы хотелось, чтобы они жили в мирной стране, чтобы не было у нас войны. Хотелось, чтобы мои дети учились в школе, ходили в садик. А на данный момент мы все это делаем в онлайн-чате. Последние недели мы даже не можем выйти в онлайн-чат и учиться с детками в школе, потому что у нас нет ни света, нет ни интернета. Вот так вот. Очень больно на эту тему вообще говорить. Я получала гуманитарную помощь с февраля месяца по ноябрь месяц всего четыре раза. Но, естественно, этой помощи нам не хватает. Подавала на ЮНИСЕФ заявку, но так как у них вечные сбои, вечные проблемы, я их еще не получала. Очень хочется, чтобы скорее окончилась война, победа нашей Украине и нормальной человеческой жизни. Слава Украине!